Смотри, вот мое ружье. Экспериментальная катушка, опытный образец. Тут есть большая статья, все рыбы, которые я застрелил с этим ружьем, с этой катушкой. Давай я тебе расскажу. Это уже конечная версия. Мы видим, она такая красивая, оранжевая уже. Не так, как у меня. У меня шпуля на 3D принтере напечатана, и я с ней охочусь основная катушка. Смотри, тебя, наверное, интересует, как она себя ведет, и почему она такая хорошая, и почему ее надо покупать. Во-первых, механизм фиксации. Слышно, да? Хорошо, наверное, так вот к микрофончику. Слышно, да? Вот это вот первое то, что прям радует и руку, и слух. Что это нам дает? Это не так, что мы там наобум что-то там затянули, да? Затянули, перетянули. Потом надо оттягивать, подтягивать. Здесь стоит шарик, который пошагово контролирует затяжку. То есть нам надо... Всегда мы плаваем с такой затяжкой. Мы один раз выставили, и все. Она у нас не сбивается, ни там чего не перекручивается, не раскручивается. Надо нам на один виток сильней. Затяжка еще сильнее стала. Надо на 5 витков. И она всегда так будет. Порционная затяжка. Вообще офигенно. Потом, то, что она вся сделана в жестком корпусе, да? Нигде не провисает при сильных рывках рыбы. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? При рывках, иногда катушку, если она немножко не так сделана, то ее отгибает. Здесь она полностью, видишь, запечатана в корпус. Соответственно, она крепится либо под стандартную рукоятку пеленгасовскую, либо есть крепеж, который крепится на ресивер. Так вот, я с такой катушечкой отохотился, ну, почти год, да? Весь сезон. За этот сезон я больше, 5 щук было, у меня больше десятки. То есть, соответственно, да, катушка поработала. Какой-то, ну, не могу посчитать, сколько было самов всяко разных. Что я тебе могу сказать? Вот я плавал каждый раз и думал, как все хорошо. Вернее, если я ни о чем не думаю, значит, все хорошо. Видишь, как легко наматывается. Так вот, что я тебе могу сказать? Когда Оля и Дима мне звонили и спрашивали, Саша, что поменять, что поменять, что поменять? И, ну, поскольку ты знаешь, у меня работа такая, да, говорить людям, что где поменять надо, чтобы это стало лучше, то всегда был один и тот же ответ. Главное, ничего не трогать, ничего не меняйте. В конечном итоге, когда было много щук, а щуки и сома, они слизь, да? Единственное, что я попросил, чтобы вот эту вот рукоятку сделали более шершавой. Потому что, когда слизь на перчатках, да, ну, у меня немножко проскальзывало подматывать катушку. А в целом, ну, цена-качество, ну, вот так вот, да, если там закрыть эту надпись «Пеленгас» у меня на груди, да, и там абстрагироваться от того, что мы, там, «Пеленгас Европа», то вот это объективно одна из лучших катушек сейчас, на сегодняшний день. И я компанию «Пеленгас», и не только я, много кто просит, чтобы сделали ее в больших размерах, чтобы мы могли ее использовать на арбалетах. Там, восьмидесятки, даже там восемьдесят пятки, шпули. Вот что я могу тебе сказать про эту катушку. Объективно, цена-качество – это, наверное, сейчас лучшее предложение на рынке. Это вот так вот, если по чесноку. А, ну, и вот такой вот надульник. Я его сегодня первый раз помацал, да? Мне он гораздо больше визуально и эстетически нравится, чем предыдущий. Ружье, знаешь, получило какую-то такую законченную форму, а не так, знаешь, просто обрывается. Вот. Еще была одна катушка на тестах. Конечно, ну, эта катушка у меня стояла как основная, и я с ней там целый год практически охотился. Была еще вот такая катушка для тестов, когда, на самом деле, компания «Пеленгас»… Оль, я не совру, если я скажу, что вы не совсем хотели и думали, что это не стоит выпускать на рынок когда-то. Да-да-да, потому что мы отправили на тесты, как оказалось, не охотнику. Человек рассказывал, что он охотник, а оказался не охотник. И он сказал, ой, не стоит. Так вот, Дима сбросил мне фотографию вот этой катушки в Viber. Я говорю, Дима, быстро пришли на тест. Это офигенная идея – уводить линь на бок. Я не охочусь, ну, вот в таком варианте. Но у меня куча друзей, да, и там, и на Украине, и на Днепре, которые охотятся вот в такой комплектации ружья. Когда у тебя идет здесь линь, да, ну, как-то вот, вот это вот, да, есть какие-то там нюансы, моменты. Но когда у тебя линь сразу выходит на бок, на бок, да, отсюда, и тебе удобно укладывать, тебе ничего не мешает. Вроде бы просто, но офигенно, практично. Не знаю, я сказал, ребята, это класс, это надо выпускать на рынок, это реально, то есть вот, будет иметь успех. Вот такая вот катушка, очень мне понравилось.